...в ремонте, вынес программы. Их крайне мало в настоящий момент. Мы проблему не решим быстро, и не решим из-за три года эту проблему. Тут инвестиции должны быть на порядке больше. На порядке больше. Ну так вот, фактически, инвестиции, как вы показывали на своей презентации, начались только с 2017 года. А до 2017 года что вы, в мою проблему? Я руководил компанию с апреля 2017 года. До 2017 года я знаю, что до немецкие сети, до немецкая УНР тогда была в крайне критичном состоянии, с полным отсутствием финансирования и на сокращенном рабочем уровне. Я понимаю. Но будьте добры. Особенно 375 постанова, я знаю, что еще очень много обращений, вы не всегда их пересчитываете. Фактически вы Киеву не показываете истинную ситуацию в Мариуполе. И поэтому люди как бы очень-очень возмещены. Ну и еще раз говорю. Потому что я очень-то не хотелось, чтобы депутаты и вся городская власть стала заложниками ситуации. Не дай Бог, хорошая, сильная зима и мы будем отапливаться дизельными электростанциями, подстанциями. Да, согласен. Я согласен. Спасибо, что сказали. Не позволю себе еще один небольшой комментарий. Смотрите, есть у нас обесточение. Мы приходим непосредственно в какой-то жилой дом или на какую-то улицу и видим, что там нагрузка не в 2, не в 3 раза, а в 10 раз больше договорной мощности. Мы включаем видео, оно опять отключается. Мы включаем видео, оно опять отключается. Так вы считаете? Мы обязаны платить компенсацию за данную ситуацию или нет? Я на самом деле не спорю, потому что у меня сегодня тоже было 100 тысяч. У меня сработал стабилизатор на пяже. Сколько вверх так? Нет, я в 3 этаж. В 280 ты побывал, а сработал стабилизатор на пяже. В центре города. Смотрите, на многих городах уже есть проблема, которая касается непосредственно этой коллеги. Все полученное напряжение, чтобы вы понимали, это наши детки.